Предыдущий свод правил благоустройства Барнаула датирован 2017 годом. Казалось бы, это было не так давно, но с тех пор, поясняют городские чиновники, многое изменилось и в федеральном, и краевом законодательстве, взять хотя бы новые правила компенсационного озеленения. Плюс много критики и предложений за последние годы поступило от общественности Барнаула. Как результат, изменение посыла и характера требований. Если раньше они были скорее сводом запретов, то теперь это обязательные к исполнению рекомендации. А сегодня правила благоустройства, они больше направлены на то, чтобы стимулировать, каким должен быть наш город. А самое главное, заложены те инструменты, чтобы мотивировать не только, скажем, ответственных людей за общественные пространства, но и собственников объектов, жителей города на содержание своих объектов, земельных участков. Голосованию предшествовали широкие обсуждения, в том числе круглый стол с участием общественников, политиков и прочих заинтересованных лиц. Хоть городским чиновникам и ставили в укор, что времени на знакомство с документом отведено мало, последние выложили в открытый доступ перед новогодними праздниками. Количество поступивших предложений и поправок исчисляется десятками. А со стороны экспертов прозвучали важные замечания. Так Юрий Ряполов предложил, например, ставить в частном секторе специальные короба для пакетов с мусором. В целом, в отличие от правил 2017 года, документ получился более объемным. Часть пунктов расписана подробнее. Например, благоустройство фасадов. Упор идет на единый стиль облика улицы, вплоть до цветового решения. Городская среда должна быть по умолчанию комфортной для передвижения инвалидов и других маломобильных граждан. Оброшенные неисправные автомобили теперь смогут стоять на улицах и во дворах не больше 15 суток. Напомним, что до сих пор они порой стояли годами. А энергетики, в свою очередь, настаивают на том, чтобы закрепить статус охранных зон сетей. И деревья садим, и гаражи ставим, и чего только нет. А если это летом, то, конечно, все это быстро проходит. Но, вы понимаете, минус 40, под гаражом что-то недоволь случилось. Или у нас, или у электрика, или у водоканала. И оперативно устроить повреждение невозможно, потому что там что-то находится. Вот этот вопрос надо будет обязательно, мы считаем, в правилах отразить. Эти и другие предложения обещают учесть ко второму чтению правил. Оно пройдет 15 февраля. В окончательной редакции документ вступит в силу 1 сентября этого года. Илья Кчетков, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует.